Вот таблица, так она выглядела в 2016 году На сегодня все вот эти красные пункты 4 класса также заполнены Это однозначно двухэтапные методы по понятным причинам В нами клинически отработаны все эти случаи Они по цвету объединены в общие методы Просто для лучшего визуального восприятия и более быстрого поиска того метода, который нам нужно применить Все эти показатели мы учитываем Классы рецессии по миллеру мы разбиваем на подклассы Ну и это является очень удобным трафаретом Можно подвести сюда факторы, которые будут влиять на выбор методики То есть класс рецессии по миллеру, класс убыли между дубного сосочка по тарну И другие показатели это наличие ширины и толщины прикрепленной десны А также образие твердых тканей зуба Ну и теперь сюда внизу еще добавился показатель, как мелкое преддверие полости рта Потому что тогда мы делаем просто одномоментно вестиулопластику Или выбираем, например, метод Виста Который позволяет нам и создать и преддверие И закрыть рецессию десны И поднять верх слизистон-косничный лоскут И также заниматься восстановлением объема межзубных сосочков Нами разработана схема фармакологической поддержки пациентов Пред, интро и постоперационно И схема ведения Что защищено патентом Российской Федерации Мы используем ряд доступных препаратов Последних поколений С высоким профилем безопасности Которые будут действовать преимущественно местно Именно в области микроциркуляторного русла Ткани полости рта То есть ткани парадонта Стимулировали способствие Более быстрой репарации, регенерации, восстановлению И достижению ожидаемого хорошего клинического результата Измеримого количественно по клиническим показателям Мы используем два препарата Октавигин и Трентал Один из которых является субстратом для восстановления И образования новых сосудов микроциркуляторного русла А Трентал изменяет, соответственно Реологические свойства крови Он делает ее более жидкой и текучей И изменяет Точнее стимулирует, облегчает, активирует Обмен между сосудами и тканями Ионов и других низкомолекулярных соединений Поэтому по сути мы подстилаем За неделю назначая оба эти препарата И в момент когда мы оперируем пациента Да, вот в этой точке ноль У нас уже организм пациента Готов к травме операционной И активно восстанавливается Поэтому кровь будет сворачиваться быстрее За счет всех активных факторов Свертывания крови и системы свертывания И формирования протромбина, и тромбина И фибрина, и фибриногена И всех остальных факторов Факторов эгемана И так далее Но при этом кровь будет более жидкой и текучей Что опять же способствует Более быстрому прорастанию сосудами Пластического материала Или зоны замещаемого дефекта Или зоны операции Вместе перемещенных тканей И мобилизованных и зафиксированных Хирургическими швами В момент когда Эта схема применяется Не только у пациентов с рецептами медицины Но и при масштабных пластиках В том числе костных аугментациях Или с отчетанных направленных Тканевых регенераций Или при хирургической подготовке Либо пациентов с проблемными статусами Или сложностями с общесоматическим статусом В схеме перечислены все препараты Недели, когда мы их назначаем Отмечены плюсиками Цвета здесь просто для более Лучшего восприятия визуального И здесь указана конкретная схема назначения Остеогенон мы назначаем тогда Когда в случаях костной пластики Когда мы снимаем швы Это вторая и третья недели Отменяя сосудистые препараты Они нам больше не нужны Как раз в момент когда идет уже образование Произошло образование из мезонхимальных клеток Клеток соединительной ткани Клеток костной ткани И микроциркультурного русла Тогда чтобы межклеточное вещество Оно минерализовалось Соответственно И было качественное В итоге давало хорошую Воскулиризованную губчатую кость Мы назначаем препараты для Препараты содержащие субстраты Это костный белок осиин И гидроксиапатит кальция Пятиводной биологически активной формы Зертек назначается для профилактики отеков В день операции с утра И еще на 2 или 3 дня Если это необходимо Если отек действительно выраженный Обычно к четвертому дню Он начинает уже сходить Отдельные методики Как например методика Виста Или тоннельные методики Действительно травматичны Поскольку отсепарируется Очень большое количество тканей По площади Либо слепым методом Тоннельным по факту Ну или методика Зукелли Тоже очень большой объем ткани Которые мы отслаиваем И формируем расщепленную Полнослойно расщепленную лоскут От чего действительно болят Очень болевые рецепторы Надкосницы И отек формируется Реактивно достаточно большой Поэтому для того Чтобы его уменьшить Или сделать менее Менее значительным Мы назначаем Антигистаминный препарат Мы выбираем те препараты Которые являются Стабилизаторами мембран Тучных клеток Их не так много На самом деле Несмотря на бурное развитие Антигистаминных средств Ну и Зертек Мы назначаем Так же с той позиции Что это Активный метаболит Другого препарата Гидроксизина Который используется Как анти Противотревожное средство И вот это состояние Какая-то даже Легкая сонливость Она очень успокаивающе Действует на пациентов Перед предстоящей операцией Из антибактериальных препаратов Если вообще это надо При оперировании Рецессии Или какой-то был большой масштаб Либо у пациента Есть риск Присоединения бактериальной флоры В дальнейшем Мы назначаем препараты В каркасных таблетках Макролиды Последнего поколения Которые тропны К мягким тканям То есть применяются При инфекциях Мочеводелительных путей Дыхательные системы Повреждения кожных покровов Ожогов И так далее В данном случае Это кларитромицин Сюда также подойдет Рокситромицин Или джозамицин Пробиотики Пребиотики Аналогично Они назначаются При необходимости Либо уже Наличие проблем Либо на фоне приема Препаратов НПВС Или сердечно-сосудистых И так далее При необходимости Поэтому эти два препарата Идут обычно в комплексе При наличии болевых ощущений Либо тревожности Такой все-таки пациента И ожидания боли И страха от нее Мы назначаем Препараты У лиц старше 60 лет Вызывает головокружение И нежелательные эффекты Местным мы наносим Всегда на послеоперационные швы Гель для швов Фитодент Периогель Если есть риск Присоединения бактериальной флоры То с содержанием Химического антисептика Хлоргексидина Если операция На наш взгляд Абсолютно чистая Никаких проблем Там быть не может И нет проблем с флорой Это не курящий пациент И так далее То мы назначаем Тогда гель Не содержащий Химический антисептик Это фитодент Периогель Аналогичный Только с экстрактом Осиновой коры И дигидрокверцитином Который на самом деле Действует также антисептически Но по стандарту Продентологической помощи С тоннологической Ациации России Мы не можем Применять средства Без химического антисептика Хлоргексидин Все-таки является На сегодня наиболее Оправданным Понятным С высоким профилем Безопасности За 60 лет Доказавшим Свою эффективность Против широкого Спектра Бактериальных агентов И полоскание Фитодент Мы также его используем Для обработки Операционного поля В дальнейшем Пациент Делает ротовые ванночки В зоне операции Первые 3-4 дня Ну и в дальнейшем Переходит на ирригатор Или полосчат Просто ополаскивателем Чистым Без разведения Он готов к употреблению Содержит экстракт Коры осины И медные производные Хлорофилла Стабильные Которые доставляют В эту зону кислород Ну а экстракт осиновой коры Соответственно действует Дубище Он активирует Сосуды парадонта Ну и всячески Способствует очищению раны Поскольку обладает Поверхностной активностью По сути Ну это скажем так Моющие средства Для полости рта Которое Значительно повышает Очистку Зубов Десен Щек И слизистый В прошлом году Стартовало исследование Совместно с НИИ Пастера Которое завершилось В феврале этого года И ополаскиватель фитоден Показал очень хороший эффект Не только антибактериальный Но и так же Антиадгезивный Антипленкообразующий Который способствует На развитие инфекционных Различных состояний Проблем Нами разработана схема Ведения пациентов В послеоперационный период Обработка поверхности корней Зубов 17% геля ДТА Для Очистки Стерилизации Можно сказать И удаления Импрыгнированного Инфицированного Бесклеточного цемента Импрыгнированного Бактериями Затем мы его Механически удаляем Стержневыми инструментами И заполируем поверхность корня зуба Для того, чтобы препятствовать Повторной контоминации И адгезии К поверхности корня зуба